С именем Аллаха всемилостивого, милостивейшего, хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всеми его сподвижникам, а затем. На прошлом уроке мы говорили об имаме Аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, и узнали о его достоинствах, о том, что он из имамов религии в своем поклонении, в знании и сообразительности, да помилует его Аллах. И сегодня мы, с назваления Аллаха, перейдем к тому, что связано с мазхабом имама Аш-Шафи'и, да помилует его Аллах. Мазхаб имама Аш-Шафи'и преодолел два этапа еще при жизни Шафи'и. Когда он отправился в Багдад, написал книги по фикху и по уссулю, и эти книги были прозваны старым мазхабом. Когда же он переселился в Египет, он заново написал некоторые из этих книг. И его работы, мнения и ичтихады, к которым он пришел в Египте, были названы новым мазхабом. И нет сомнений, что старый мазхаб и новый мазхаб не означает, что имам Шафи'и аннулировал весь свой фикх и пришел с новым фикхом, который полностью отличается от начального. Нет, есть отличия в некоторых вопросах, в некоторых ичтихадах, и му'тамат, на что опираются Шафи'ииты, это новый мазхаб. И му'тамат, на что опираются Шафи'ииты, это новый мазхаб, который он изложил в книге Рисаля, которая также называется «Новая Рисаля», а также в своей книге «Аль-Умм», из особенностей мазхаба Шафи'и, и это в действительности из тех вещей, за которые Шафи'итам завидуют, что их имам, имам Аш-Шафи'и, написал книгу по уссулюль-фикху и по фикху. Из достоинств Аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, а у него много достоинств, и ученые писали об этом. Из его достоинств, то, что он первый, кто написал о науке уссулюль-фикх в своей книге Рисаля. И поэтому мы находим, что этап основания начинается с самого имама Шафи'и, с написания им книги «Аль-Умм». Ее передал ученик Раби'а ибн Сулейман Аль-Мурадий. И, кстати, можно заметить, что среди учеников имама Шафи'и есть два Раби'а. Раби'а Аль-Мурадий, он более знаменит и является передатчиком книг Шафи'и, а также есть Раби'а Аль-Джизи. Знаешь ли ты город Джиза, о, шейх? Да. Да, Раби'а Аль-Джизи Аль-Мисри, да помилует его Аллах. И в любом случае, имам Шафи'и написал книгу «Аль-Умм» по фикху. И это очень великая книга, переполнена фикхом и знаниями. И из интересных историй, как рассказывает один человек, что на выставке книг множество женщин купили книгу «Аль-Умм» и думали, что эта книга о матери. Думали, что эта книга рассказывает о матери, о ее достоинстве. Хорошо. Из учеников имама Шафи'и на данном этапе, на этапе основания мазхаба, некоторые из учеников имама Шафи'и составили кратко изложенные книги «Мухтасары» в фикхе, где изложили фикх имама Шафи'и. И из этих книг «Мухтасар Аль-Буэйты», также из них «Мухтасар Аль-Музани». Книга «Мухтасар Аль-Музани» и «Мухтасар Аль-Буэйты» уже напечатаны и изданы. А что касается Раби'а ибн Сулеймана Аль-Мурадий, он передача книг «Аш-Шафи'и» и передал от него книгу «Аль-Умм» и «Рисаля». И, кстати, если ты будешь читать книгу «Аль-Умм» или «Врисаля», ты найдешь слова «Рассказал Аш-Шафи'и». Книга принадлежит Шафи'и или нет? А? Кто же тогда говорит «Нам рассказал Аш-Шафи'и»?» И некоторые люди написали книгу, назвали ее «Исправление самой большой ошибки в истории наук шариата». Аль-Умм не принадлежит имаму Аш-Шафи'и. Почему не принадлежит? Они говорят «Мы прочли книгу Аль-Умм и нашли, что он там говорит. Нам рассказал Аш-Шафи'и». Аш-Шафи'и сказал так-то. Мы говорим «Это потому, что передатчик этих книг, и это метод предшественников в написании книг, то, что они пишут, имея передатчика». И также ты можешь найти в начале книги Аль-Муватта, которая передается через цепочку «Яхья ибн Яхья», то, что он говорит. «Рассказал нам Яхья ибн Яхья». Он сказал «Рассказал нам Малик» или «Передал нам Малик». Аль-Муватта принадлежит имаму Малику, без каких-либо сомнений. А также и Аль-Умм принадлежит Аш-Шафи'и, без каких-либо сомнений. И некоторые наши шейхи даже сказали, «Отнесение книги Аль-Умм к имаму Аш-Шафи'и более известно, чем отнесение самого Аш-Шафи'и к его матери». Это дело, в котором нет никаких сомнений. После этого наступил этап развития и распространения. На этом этапе были написаны некоторые книги. И из наиболее значимых личностей данного этапа – Ибн Сурейдж, Аль-Кавфаль. У нас есть Аль-Кавфаль, у нас есть Аль-Кавфаль-Кабир, его зовут Аль-Кавфаль-Аш-Шащи. Также у нас есть Аль-Кавфаль-Ас-Сагир, его зовут Аль-Кавфаль-Аль-Марвази. Также на этом этапе Аль-Исфираини, да помилует его Аллах. И на этом этапе появилось два пути в Мазаби-Шафи'и. Первый путь называется «Тариқатул-Хурасаниин», а второй путь «Тариқатул-Ирақиин» – хурасанский и иракский. Также из тех, кто писал книги на данном этапе, имам Аль-Маварди, имам Аль-Маварди Аш-Шафи'и, написал свою книгу «Аль-Хауи-Аль-Кабир». Это великая книга, и тот, кто хочет ознакомиться с доводами шафи'итов и их аргументами, то, скорее всего, он найдет их в книге «Аль-Хауи» имама Аль-Маварди. Также из ученых данного этапа – Аль-Джуэйни, автор книги «Нигаяту-ль-Матляб». И кто он? Аль-Джуэйни. У нас есть Аль-Джуэйни Абу-Мухаммад, а также у нас есть его сын Абу-Аль-Ма'али, более знаменит, как имам Аль-Харамейн. Также у нас есть Аш-Ширази, Абу-Исхак Аш-Ширази, автор книги по усолю-фикху. И из них «Аль-Лума'» и «Шарху-Лума'». У него также есть книга по фикху, которая называется «Аль-Мухадзаб». И на нее написал разъяснение имама Анауи в своей большой и знаменитой книге «Аль-Маджму'а» – «Шарх Аль-Мухадзаб». И эта книга «Аль-Маджму'а», имам Анауи написал ее, но не завершил, да помилует его Аллах. И после него ее завершением занялся Ас-Супки, а затем из наших современников завершил эту книгу «Аль-Муты-Ай». Этой книгой заняли строя «Ан-Науи», «Ас-Супки», «Аль-Муты-Ай». А кто этот «Аль-Муты-Ай»? Его имя – Мухаммад Наджиб Аль-Муты-Ай. Также есть другой Аль-Муты-Ай – Ханафит из ученых Египта. Его имя – Мухаммад Бахид Аль-Муты-Ай. Мухаммад Наджиб и Мухаммад Бахид. У мухаддисов это называется, похоже на писание, но отличается произношением. Так как слово «Наджиб» и «Бахид» пишется одинаково, если убрать точки. Это пишется одинаково. И завершил Аль-Маджму' Мухаммад Наджиб Аль-Муты-Ай. Также из ученых данного этапа – Аль-Газалий. У него есть книги по усулиль-фикху. И из самых знаменитых из них – Аль-Мустасфа. Также у него есть книги по фикху – Аль-Ваджиз, Аль-Васи-Ид и Аль-Баси-Ид. И самая длинная из них – Аль-Баси-Ид. Это то, что связано с этапом развития и распространения. Затем наступил этап редактирования Мазхаба, который называется «Первым редактированием». И этот этап проходил под началом двух имамов – Аль-Навави и Аль-Рафи-Ай. И среди шафиитов мнением Мазхаба Му'атамадам считалось то, на чем сошлись – Аль-Навави и Аль-Рафи-Ай. Если они будут единогласны в чем-либо, то это является Му'атамадам – тем, на что опирается в Мазхабе Аль-Шафи-Ай. Аль-Рафи-Ай написал книгу «Аль-Мухтасар». Также у него есть книга «Аль-Муасса'». Это шарх – разъяснение книги «Фатх Аль-Азиз», которая, в свою очередь, является разъяснением на книгу «Аль-Ваджиз». Также и имам Аль-Навави написал множество книг в Мазхабе Аль-Шафи-Ай, и из их числа «Мин-Хадж-Аль-Талибин». И эта книга «Мин-Хадж-Аль-Талибин», шафииты опирались на нее, писали на нее разъяснения, занимались этой книгой. На нее написано множество шархов. И из их числа… Ну? Имам Аль-Навави написал «Мин-Хадж-Аль-Талибин», написал «Равдат-Аль-Талибин», написал «Аль-Мадж-Му́р». Мин-Хадж-Аль-Талибин, шафиитские фақи́хи называют ее «Мин-Хадж», и шафииты написали на нее очень много шархов. И из их числа «Тухфат-Уль-Мухтадж», «Мугни-Аль-Мухтадж», «Нихая-Туль-Мухтадж», и так далее. Можно много перечислять и перечислять. Также «Равдат-Уль-Мухтадж» написано очень много книг в разъяснении «Аль-Мин-Хаджа». Это то, что касается стадии, которая называется «Этапом редактирования». После этого наступил этап второго редактирования Мазаба под началом двух ученых – «Ар-Рамли» и «Ибн-Хаджара» Аль-Хайтами. На этих двух ученых опирались поздние шафииты, опирались на их слова. «Ар-Рамли» написал разъяснение на «Аль-Мин-Хадж» и назвал его «Нихая-Туль-Мухтадж», и «Ибн-Хаджар» написал разъяснение на «Аль-Мин-Хадж» и назвал его «Тухфат-Уль-Мухтадж». Это «Ибн-Хаджар» Аль-Хайтами Аль-Макки, а не «Ибн-Хаджар» Аль-Аз-Каляни. Это что касается этапов Мазаба, имама Аш-Шафи'и, да помилует его Аллах. А относительно Мазаба имама Ахмада, да помилует его Аллах, дорогие братья, о Мазабе Аш-Шафи'и мы узнали то, что связано с ним. А теперь Мазаб имама Ахмада. Имам Ахмад, дорогие братья, он из тех, кто приобретал знания у имама Аш-Шафи'и и получил от него пользу, изучал у него фикх. Даже если связь между имамом Ахмадом и имамом Аш-Шафи'и не была связью учителя и ученика, мы не можем сказать, что имам Ахмад ученик и последователь Шафи'и, потому что он перенял у него что-то из знаний, тогда как сам был ученым и факхи'и. Однако, вне всякого сомнения, он извлек из него пользу в построении своей фикхийской личности. Также он побуждал приверженцев хадиса обучаться у него. Даже передается, что однажды он держался за верховое животное Аш-Шафи'и и шел рядом с ним. И приверженцы хадиса говорили ему, ты берешь знания от Аш-Шафи'и, в тот момент, как твои цепочки передач выше, ведь, как вы знаете, мухадисы стремились к самым коротким цепочкам передатчиков. Он отвечал им, если ты упустишь какой-либо айснат, не сможешь найти его через короткий путь, то ты будешь передавать его через цепочку, которая длиннее. Не успеешь услышать от самого шейха, то можешь услышать от кого-либо из его учеников. Однако, если ты упустишь разум этого человека, то ты не найдешь ему замены. Его имя Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, Аш-Шейбани. Его называют Ахмад ибн Хамбаль, относя его к деду. Однако его имя Ахмад ибн Мухаммад ибн Хамбаль, ибн Хамбаль Аш-Шейбани, да помилует его Аллах, родился в 164 году по хиджри, умер в 241. Он отправился во все страны этого мира. Какая бы страна не пришла тебе в голову, в которой есть знания и хадисы, имам Ахмад, да помилует его Аллах, отправлялся в нее, в поисках хадисов. Что Ибн Джаузи, да помилует его Аллах, сказал? Собирая сборник Аль-Муснат, имам Ахмад обошел эту землю дважды, да помилует его Всевышний Аллах. И поэтому он передал и собрал преданий больше, чем другие имамы. Что сказал имам ибн Раджаб, да помилует его Аллах? Неизвестно какое-либо предание от сподвижников или табилайнов, которое не знал имам Ахмад, да помилует его Аллах, кроме как он знает его. Что же касается его поклонения и богобоязненности, то он из великих аскетов и поклоняющихся. И позже мы расскажем слова Шафии об этом. Говорит Абдуллах ибн Ахмад, сын имама Ахмада, да помилует его Аллах. Он говорит, мой отец каждый день и ночь совершал 300 ракатов. Когда он заболел из-за побивания плетьми, его били кнутом. И он заболел после этого и ослаб. Он стал молиться 150 ракатов каждый день и ночь. Это после того, как он ослаб, постарел и был избит плетьми. Он стал молиться 150 ракатов каждый день и ночь, да помилует его Аллах. Имам Ахмад, да помилует его Аллах, говорил, я не записывал хадис, если не поступал в соответствии с ним. Даже когда я встречал хадис о том, что Пророк да благословит его Аллах и приветствует. Сделал хиджаму и оплатил Абутайби за это динар, то я тоже дал динар тому, кто сделал мне хиджаму. Это говорит о том, что они под знанием подразумевали дела, а не множество передач и представление перед людьми большого количества заученного материала. Имам Ахмад говорит, я не записывал хадис, пока не поступал в соответствии с ним. И сколько же хадисов знал имам Ахмад? Он знал тысячу тысяч хадисов, миллион хадисов, да помилует его Аллах. Передает Рабиа, что Аш-Шафии сказал ему, Ахмад является имамом в семи вещах. Эти семь качеств свидетельствуют о том, что он имам. Он говорит, имам в хадисе, имам в фикхе, имам в науках языка, имам в Коране, имам в бедности, имам в аскетизме, имам в богобоязненности и имам в сунне. И достаточно этого свидетельства от имама Аш-Шафии, да помилует его Всевышний Аллах. Это говорит о том, что имам Ахмад, да помилует его Аллах, объединил в себе статус имамства во всех сферах и не был ограничен лишь на хадисах. Некоторые люди думают, что Ахмад ибн Хамбаль – мухаддис и не является фақыхом, а это большая ошибка, так как имам Ахмад из числа больших фақыхов, из больших мучтахидов. И у него в фикхе большая доля и широкие познания, да помилует его Всевышний Аллах. Что же касается его знаний и склада ума, рассказывает Абдуллах, сын имама Ахмада. Мне сказал Абу Зур'а, твой отец знает наизусть тысячу тысяч хадисов. Мне сказали, откуда ты знаешь о Абу Зур'а? Он ответил, я заучивал от него и взял от него целые главы. То есть спрашивал у него практически во всех главах, спрашивал о том-то хадисе, он рассказывал, спрашивал о таком-то, спрашивал о таком-то, рассказывал. Если предположительно посчитать, сколько он должен знать хадисов, невозможно рассказывать столько хадисов с разных глав, кроме как, зная тысячу тысяч хадисов. Да помилует его Аллах. Сказал Абду Разак Ас-Сана'ани, я не видел никого более разбирающегося в фикхе и более богобоязненного, чем Ахмад ибн Хамбаль. Сказал Шафи'и, да помилует его Аллах, я покинул Багдад и не оставил там никого более лучшего, более знающего, более разбирающегося в фикхе и более богобоязненного, чем Ахмад ибн Хамбаль. Это свидетельство Аташ Шафи'и свидетельствует за него обо всем этом. Также Шафи Али сказал, «О Абу Абдуллах, если у вас будет достоверный хадис, то расскажите о нем нам, чтобы мы опирались на него. Ведь вы более знающие относительно достоверных преданий, чем мы». И это также из свидетельств, которые указывают на его достоинство и имамство, да помилует его Всевышний Аллах. И сегодня может прийти человек, достигший лишь середины главы молитвы в книге «Умдатул Ахкам». Ты ему говоришь, «Имам Ахмад говорит так-то», а он отвечает, «Нет, до него не дошел хадис». А до тебя дошел? К сожалению, сегодня есть у некоторых людей дерзость в отношении имамов. Вот, например, у него есть Мактаба Шамиля, электронная библиотека, есть гугл. Заходит на сайт в интернете и смотрит, достоверный хадис или нет. А затем судит имамов, говорит, «Ахмад ибн Хамбль противоречит хадису в этом вопросе, противоречит сунь не в этом вопросе». Хорошо, а почему он противоречит? Он говорит, «А до него не дошел хадис». Речь может идти об известном хадисе. Дети знают его наизусть, еще на начальных этапах. А он говорит, «Этот хадис не дошел до имама Ахмада ибн Хамбля». Может быть так, что Ахмад ибн Хамбль передает этот хадис через сотни цепочек. А почему он его оставил? Он не оставлял его, однако он понял его по-другому. Понятно? Позже мы поговорим о причинах разногласий среди ученых. Маза имама Ахмада, да помилует его Аллах, прошел через несколько этапов. Первый этап – это этап основания, который начался с самого имама Ахмада. Однако писал ли имам Ахмад книги в своем мазабе? Писал ли книги по фикху? Нет, он не писал книги по фикху. Недавно мы говорили о том, что имам Шафи Али писал в фикхе. Имам Малик написал книгу Аль-Муватта, и в ней большая доля из фикха. А имам Абу Ханифа, писал ли он книги в своем мазабе? Это передается, однако его трудов нет. И даже сама передача об этом – предмет для обсуждения. И некоторые историки говорят о том, что недостоверно, что он писал книги по фикху. Однако достоверно, что он написал книгу фикха Аль-Акбар в Акъиде. Однако его мазаб был написан еще в период его жизни. Его учениками, которые сидели у него в кружках. Его учеником Мухаммадом Ибн Хасаном Аш-Шейбани, а также Кадием Абу-Юссуфом. А что касается имама Ахмада, то он не составлял свой мазаб. Он составил сборник Аль-Муснат, одна из самых великих книг по хадисам, Муснат имама Ахмада. Однако он не писал ничего в фикхе. А что же записано от него по фикху? От него записывали фатвы, которые он давал. Его студенты записывали от него, и их называют Асхабуль Масаиль. Они задавали имаму Ахмаду вопросы и записывали. И Асхабуль Масаиль – их количество более ста человек. Большое количество людей передавало от имама Ахмада различные вопросы. Однако количество тех, кто передавал много вопросов, ограничено. И то, что имеется на сегодняшний день, что издано и напечатано, это вопросы имама Абу-Дауда. Абу-Дауд – составитель сборника Суннан Абу-Дауд. Наверняка вы слышали о сборнике Суннан Абу-Дауд. И фразу-хадис передал Абу-Дауд. Абу-Дауд – ученик имама Ахмада. Он записывал вопросы, заданные имаму Ахмаду по фикху, а также вопросы по хадисам. И этот фикх салифов, да будет доволен имя Аллах, ты говоришь о великом имаме, как Абу-Дауд, автор Суннан. И он записывает фикх Ахмада. Это указывает на их глубокое понимание, что они знали высокое положение имамов. А сегодня может прийти человек и сказать, они люди и мы люди. Почему же мы должны записывать их фикх? Будем брать напрямую из Корана и Сунны. Абу-Дауд, автор сборника Суннан, который читают и рассказывают в мечетях, цитируют в исламских книгах по сегодняшний день. Он записывает фикх, записывает фикх Ахмада, задает ему вопросы по фикху, записывает их. Люди передают их от него, и он передает их людям. Это из глубокого понимания, да пребудет над ними довольство Аллаха. А что касается сегодняшнего дня, некоторые студенты, стоит им лишь слабо выучить 40 хадисов Навави, говорят, Ахии, они такие же люди. Я считаю более достоверным в этом вопросе это. И хочет сделать из самого себя самостоятельный мазар, который имеет свои предпочтения. И это большая ошибка, чтобы студент воспитывался на этом. И если ты посмотришь на них, на Мухаммада ибн Хасана Шейбани, на Абу Юсуфа, имама из числа великих имамов, однако их фикх воспринимается внутри фикхийской школы Абу Ханифы. Абу-Дауд, автор Суннан, также записывал от имама Ахмада вопросы, которые ему задавали. У нас из числа Асхабыль Масаиль, из числа тех, кто записывал вопросы от имама Ахмада, имам Абу-Дауд, а также Абдуллах и Салих. Это сыновья имама Ахмада, его сын Салих и его сына Абдуллах. Они записывали от него вопросы, и их сборники напечатаны и изданы. «Масаэль Абдуллах» и «Масаэль Салих». Также из тех, кто записывал вопросы от имама Ахмада «Аль-Каусач» «Исхаб Ибн Мансур Аль-Каусач». Его сборник также напечатан. Также из тех, кто записывал вопросы «Харб Ибн Исмаиль Аль-Кермани». Также из изданных сборников «Харб Аль-Кермани». Также из изданных сборников «Вопросы Ибн Гани». Она распространена и напечатана. Так, значит, у нас из напечатанных книг «Аль-Масаэль», Книга Абу Дауда, Салиха, Абдуллаха, Аль-Каусаджа, Ибн-Ханья, а также есть книги с вопросами, однако найдены лишь их части. И некоторые из этих книг с вопросами пришел человек из имамов хамбалитского мазхаба, которому хамбалиты должны быть очень благодарны. Его зовут Абу-Бакр Аль-Халлаль. Что же сделал Абу-Бакр Аль-Халлаль? Он собрал все эти книги с вопросами в одну книгу и назвал ее «Сборник знаний имама Ахмада». Также называется «Джами' Аль-Халлаль», однако, к великому сожалению, то, из-за чего хочется плакать, то, что эта книга не дошла до нас. До нас дошли лишь некоторые маленькие части этой книги, однако сама книга утеряна. Также есть работа некоторых современных исследователей, это очень важная книга, к которой следует отнестись подобающей, которая называется «Сборник знаний имама Ахмада», около 20 томов. Они еще раз собрали в ней книги «Масаэль», однако опираясь на то, что уже издано, как на книге хамбалитов, так и на книге не хамбалитов, и собрали все, что передается от имама Ахмада. В ней есть то, что касается фикха и не только. То, что касается фикха, хадисов, акиды, оценки передатчиков и так далее. Это очень важная и полезная книга для каждого студента, который изучает мазхаб имама Ахмада ибн Хамбаля. После халляля пришел Гулям Аль-Халляль, ученик халляля, который известен как Гулям Аль-Халляль, однако его имя Абу-Бакар Абдул-Азиз, так вы встретите его имя в книгах хамбалитов. Когда они пишут «Сказал Абу-Бакар Абдул-Азиз», имеется в виду Гулям Аль-Халляль, он написал книгу «Заад Аль-Мусафир». После этого пришел имам Аль-Хиракий, Абул-Касим Аль-Хиракий, Хусейн Аль-Хиракий, да помилует его Аллах, он написал книгу Аль-Мухтасар. Книги были и до этого, например, Аль-Мусафир, большие и разбросанные книги. Затем пришел Хиракий и написал книгу Мухтасар, которая была взята за основу в обучении, которую стали преподавать в мечетях. Ее заучивали изучающие хамбалитский мазаб, и после этого хамбалиты занялись ее разъяснением, и множество ученых написали на нее шарх, и из самых видных и знаменитых из них имам Ибн Кудама Аль-Махдиси. У него есть книга шарх на Мухтасар Аль-Хиракий, которая называется Аль-Мухни. Знаете ли вы книгу Аль-Мухни? Некоторые говорят, Аль-Мухни заменяет остальные книги. Но в действительности нет книги, которая заменила бы собой все остальные. Такой нет, и нельзя сказать, что Мухни заменяет остальные. Однако это говорится в смысле, что она в основном заменяет другие книги. Говорят, Аль-Мухни заменяет все. И эта книга Аль-Мухни является разъяснением Аль-Мухтасар Аль-Хиракий, да помилует его Аллах. Затем после этого, в тот же период, пришел имам Аль-Хасан Ибн Хамид. Он автор книг по фикху. Он также написал книгу по уссулюль-фикху, разъясняя в ней метод понимания слов имама Ахмада. Например, если имам Ахмад сказал «не надлежит», что подразумевается под этим? Указывает ли это на нежелательность или же говорит о запрете? Или, если он скажет «я не люблю это дело». Он написал эту книгу, она издана в двух томах. Называется «Тахзиб Аль-Джуиба». После этого, дорогие братья, посмотрите на таблицу справа. Этап основания заключается в имаме Ахмаде. Этап передач. Передали его мазхаб авторы книг Аль-Масаэль. Затем собрание мазхаба. Это осуществил Аль-Халляль. Затем краткое изложение мазхаба. Этим занялся Аль-Хиракий. А затем этап систематизации. Туда входит дедукция и понимание. Это осуществил Хасан Ибн Хамид. Да помилует его Аллах. Затем наступил этап редактирования и исправления мазхаба. Данный этап начал Каады Абу-Я'ля. Да помилует его Аллах. И он написал множество книг по фикху и по усулю. И из его книг по усулю-фикху книга Аль-Удда. Из его книг по фикху книга Аль-Риваятейн Валь-Ваджхейн. У него множество книг, маленьких и больших. И из больших его книг в качестве примера можно привести книгу Аль-Та'лика Аль-Кабира. Также и другие книги. Что касается Ибн Кудамы, да помилует его Аллах, то разговор о нем нуждается во времени. И мы поговорим о нем на следующем уроке. Просим Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы он помиловал этих имамов. Просим собрать нас вместе с ними в раю. Поистине он покровитель этого и властелин над этим. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его семью и всех тех, кто последовал за ним.